Здравствуйте! В эфире телеканала ЖИЦУ. Время новостей. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Айгуль Жумаш КЗ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не выходя из дома. Необходимо лишь заполнить анкету, и специалисты Центра занятости связываются с работодателями. Заместитель Акима области Батыржан Байжуманов поручил взять ответственным лицам под особый контроль вопрос трудоустройства людей с особыми потребностями. Где тяжелый ребенок лежал. 18 830 человек являются лицами, сохранившими трудоспособность. 12 700 человек работают сейчас в организациях и предприятиях области. Есть статистика по привлечению, по трудоустройству людей за прошлый год. Ну, показатели я не скажу, что такие впечатляющие все. Хороший прогресс. Но в любом случае мы должны вот таких людей трудоустраивать на работу. Это наша с вами основная задача. Я имею ввиду местные исполнительные органы. 1047 жители Панфиловского района нашли работу благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости-2020». Половина из их числа трудоустроены через Центр занятости. Дорожная карта занятости стала эффективным инструментом для борьбы с безработицей. Житель села Жеруик Куаныш Меймеров долго не мог найти работу. В настоящее время он при деле. Занят в строительстве поселковой школы. Работает арматурщиком, создавая металлические каркасы, которые впоследствии используются в железобетонных конструкциях. Здесь я работаю благодаря программе «Дорожная карта занятости-2020». Строительство – это моя стезя. Я долго сидел без работы. Теперь трудоустроен. Работаю. В Панфиловском районе по программе «Дорожная карта занятости» запланирована реализация 55 проектов. В их числе капитальный ремонт средней школы поселка Жеруик. Построенные больше 30 лет назад. Трехэтажное здание рассчитано на 620 учащихся. С 5 мая здесь начались строительно-монтажные работы. На сегодняшний день выполнено 25% работ. Выделенная сумма на ремонт школы составляет чуть более 660 миллионов тенге. Завершение строительных работ запланировано на 25 августа. В строительных работах задействовано около 80 человек. 20 из них по программе «Дорожная карта занятости». Привлечены из числа местного населения. В рамках государственной программы ведется капитальный ремонт еще нескольких объектов. В их числе центральная районная больница и дом культуры. К работам на них привлечены более 130 местных жителей. Обрели уверенности в завтрашнем дне и жители села Пиджим. И не только обретя стабильную работу, но и собственными руками возводя новую поликлинику. Старое здание из-за увеличения рождаемости уже не способно справляться с наплывом пациентов. А до районного центра 18 километров. Поэтому строительство нового медицинского объекта – необходимость, продиктованная многими факторами. Наше село растет. Ежегодно в нашем селе рождается более 300 детей. У нас один из самых высоких показателей рождаемости в районе. Поэтому мы очень рады тому, что у нас теперь будет новое здание. Только в Панфиловском районе по программе «Дорожная карта занятости» реализовано 26 проектов, к работам на которых привлечены более 220 местных жителей. По области же это 1240 проектов с созданием более 27 тысяч рабочих мест. Евгения Присяжная, Жазира Исаева, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ. Условия проживания детей с особыми потребностями на строгом контроле. По заданию Министерства социальной защиты Республики Казахстан в Алматинской области создана комиссия. В составе сотрудников Акимата, медицинских, социальных работников, а также представителей СМИ и гражданских активистов. Одним из первых объектов проверки нового органа стал Талдыкурганский Центр оказания специальных социальных услуг Комкор. Вердикт комиссии узнавала наша съемочная группа. В детском учреждении Комкор утренняя прогулка. Мальчишки и девчонки с удовольствием занимаются спортом, играют и даже рисуют на свежем воздухе. Условия для этого созданы самые благоприятные. Просторные беседки, яркие детские игровые площадки, футбольное поле. Ознакомившись с тем, как отдыхают воспитанники учреждения, комиссия отправилась проверять условия проживания. Специальных гостей интересовало буквально все. Прием пищи, хранение продуктов питания, комнаты отдыха и спальни. И здесь, наряду с положительными моментами, были отмечены и недостатки. Мне лично нравится то, что очень здесь широко, видите, светло во-первых. На улице созданы условия, дети могут и заниматься спортом, развиваться, бегать и прыгать. То, что у них столовая очень удобная, обширная. То есть доступ на людей с инвалидностью. То есть особенно я делаю акцент для людей на коляске, например, для детей. Здесь созданы условия. Но есть, конечно, но. Тем, что оно старое здание. Моменты, вот эти преодоления, преград немного сложно. Как его сделать, как его исправить просто. Сейчас я показал несколько моментов, как можно это исправить. Сегодня в данном специализированном учреждении под опекой находится 101 ребенок. Социальные услуги им оказывают 186 сотрудников. Помимо воспитателей, в штате имеется хирург, травматолог, психолог и даже стоматолог. Весь персонал в полной мере старается помочь деткам адаптироваться и научиться справляться со своим недугом. Чтобы однажды ребята смогли вернуться домой и жить полноценной жизнью. И такой опыт уже есть. За три года девятерых детей родители забрали домой. Мы за последние три года сами разыскали четверых родителей. Одна была в Атрау, другая находилась в Симпалатинске. Они даже не знали, что у них ребенок жив. Мы сами через наш юрист, через миграцию сделали запросы, нашли этих детей. Мы в этом направлении до сих пор работаем. И эти родители приехали, увидели, что у них ребенок в очень хорошем состоянии, что он может сам себя обслуживать. Это все благодаря нашим специалистам. И они забрали этих детей домой. Сейчас наша одна сотрудница взяла опеку над одним ребенком. Проведя проверку помещений и условия проживания опекаемых, комиссия дала положительную оценку работе персонала Талдыкурганского центра оказания специальных социальных услуг КАМКОР. Надежда Белова, Жасуан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. В Алматинской области продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением торговыми объектами карантинных требований. На этот раз мониторинговые группы посетили Талгарский, Инбикш, Казахские районы. В состав мобильных групп вошли представители Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, местных исполнительных органов, местной полицейской службы и региональной палаты предпринимателей. В Талгарском районе свою деятельность восстановили порядка 80% субъектов малого и среднего бизнеса. По словам руководителя районного отдела безопасности товаров и услуг Успанова-Бексултана, деятельность объектов предпринимательства после возобновления их работы находится под постоянным контролем местных властей. В ходе рейда проверены места оказания услуг населению и крупные магазины. Также мониторинговая группа посетила розничный универсальный рынок, который пользуется особой популярностью среди населения. При входе на рынок у посетителей измеряют температуру. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты вход воспрещен. Режим работы рынка тоже сократился с временными ограничениями с 10 часов утра до 4 часов дня. В целом рынок полностью реализовал нормы санитарно-эпидемиологических требований. Мы администрация рынка ТАУП в связи с коронавирусом работаем сейчас усиленно. С 7 часов утра мы занимаемся до 10 часов подготовкой. То есть обновляем санитайзеры, дезбарьеры, приготовляем маточный раствор, дезраствор. И также инструктируем продавцов нашего рынка о соблюдении правил ветеринарно-санитарных требований, чтобы у каждого было в запасе по 5 масок, по 5 перчаток, чтобы санитайзеры были в рабочем состоянии. Аналогичный рейд-мониторинг прошел и в Янбекше-Казахском районе. Здесь насчитывается более 19 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Ревизоры прошлись по местам наибольшего скопления людей. Это магазины бытовой техники, центры оказания услуг населению и продуктовые точки. Например, супермаркет Сабыржан удачно прошел проверку. Администрация обеспечила кассиров масками и защитными экранами. По всему магазину разложены санитайзеры. Также работают ограничения на количество посетителей. Не более одного человека на 4 квадратных метра. В Янбекше-Казахском районе с целью профилактики коронавирусной инфекции и защиты безопасности населения приказом Акима района организованы 26 мобильных бригад, групп, которые работают в районе. Мониторинг проводится ежедневно. С начала рейдовых проверок нами было по выявленным нарушениям составлено 40 административных протоколов. Данные материалы направлены в суд. По решению суда было принято 38 штрафов, 2 ареста. В ряде регионов области уровень заболеваемости все еще растет. В связи с чем работа мониторинговых групп, вероятнее всего, будет усилена. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелло, в телеканал ЖИЦУ. Дрожь земли. Неожиданный гул и подземные толчки стали причиной раннего пробуждения жителей Алматы и Алматинской области. В 6 часов 10 минут по времени Астаны произошло землетрясение. Буквально минуту спустя социальные сети заполнили посты взволнованных граждан с вопросом, кто почувствовал землетрясение и какой силой была амплитуда. По данным ДЧС, колебания почвы наибольшей силы были зафиксированы в местности между поселком Капал и городом Текили. Талдыкурганцы ощутили землетрясение силой в 4 балла. В Алматы около 2 баллов. 6 июня в 6 часов 10 минут сейсмостанция города Алматы была зарегистрирована землетрясение. Оно произошло в Искельдинском районе, в лесе села Теректоры Алматинской области. Глубина землетрясения составляет 25 километров. Ощутимость по интенсивности составила по городу Талдыкурган, городу Текили, село Карабулак 4 балла. В селе Капал 2 балла и в городе Алмате 2 балла. По получению информации, нами были проведены по алгоритму сразу экстренные меры. Отпроизведено сообщение местных исполнительных органов, силовых органов, а также истренных служб. Жители села в Акмолинской области не могут выйти из дома. Их атаковала мошкара. От насекомых нет спасения, сообщает закон.кз. Жители села Коргальджин перед выходом полностью кутают лицо платком. И это не местная модная тенденция, а необходимость. Насекомых настолько много, что ходить с открытым лицом просто невыносимо. Мошки лезут в рот, глаза и уши. И так уже третье лето. Никакие средства не помогают. Жители перепробовали все. Временами становится немного легче, когда дует ветер и сносит часть гнуса. Но это капля в море. Оказалось, что это сибирский гнус. Местные власти обещают помочь с решением проблемы, но пока бездействуют. Шаги от смерти. С начала года в Казахстане из окон высоток выпали 17 детей. Спасатели обеспокоены ситуацией и предлагают устанавливать на окнах многоэтажек спецзащиту. Только в ЭКО на этой неделе произошло три таких случая. К счастью, малыши остались живы, но получили серьезные травмы. Сейчас дети находятся под присмотром врачей. Ситуация почти всегда одинаковая. Залезли на подоконник, оперлись на москитную сетку и сорвались вниз. Подобные ЧП регулярно происходят почти по всей стране. Спасатели просят граждан отнестись к проблеме со всей серьезностью. Это может стоить жизни ваших детей. Жители села в Мангистауской области сутками стоят за водой. Водокачка – единственный источник воды на три поселка. Сюда ежедневно приезжают сотни человек. Вода, кстати, не бесплатная – 4 куба, 2000 тенге. Поселок из Алтубе находится всего в 30 километрах от Актау. Но проблема с водой здесь давняя, и огромной очередью за питьевой водой никого не удивить. Люди надеются, что дефицит воды решит новый водопровод. Его строят с 2018 года. Но местные чиновники сомневаются, что даже он сможет покрыть все потребности сельчан. А в Талдыкургане более сотни волонтеров совместно с бойцами отряда «Жаслэль» приняли участие в эко-акции по очистке берега реки Каратал. В ходе субботника активные парни и девушки провели уборку береговой полосы протяженностью более 20 километров. Больше всего полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и твердобытовых отходов обнаружено в районе дачного общества «Красный камень». Всего во время работ добровольцы вывезли порядка 10 тонн мусора. Все собранные отходы направлены на специально отведенный полигон. Волонтеры призывают всем жителям страны заботиться и беречь природу для будущих поколений. Также предлагают всем неравнодушным как можно чаще участвовать в субботниках. В этом году в трудовые отряды «Жасл-Ель» вступило около 2000 молодых житусудцев. В течение всего лета мы планируем очистить берега всех рек, озер и водоемов Алматинской области. Надеюсь, увидев пример волонтеров, количество неравнодушных к окружающей среде возрастет в разы. Каждый, кто хочет вступить в наши ряды, может позвонить по номеру 39 00 40. В Москве вновь открылись рынки фермерских продуктов. Власти российской столицы считают, что ситуация достаточно стабилизировалась. Ранее мэр Москвы заявлял, что значительную часть ограничений можно будет снять уже 1 июля. Столичный мегаполис считается самым пострадавшим российским регионом. На него приходится около половины как заболевших, так и смертельных случаев. За минувший месяц, по официальным данным, прирост заражений стабильно снижался. В целом, в России периодически возникают новые очаги заряжения. Сегодня полностью закрываются на карантин Северодвинск, где число инфицированных за последние дни резко выросло. Причем, по данным властей, большинство заболевших – сотрудники оборонных, судостроительных и судоремонтных предприятий, которым известен этот город. Министерство обороны Франции объявило об убийстве одного из лидеров международной террористической группировки Аль-Каида Абдельмалека Другделя. ООН называет его эмиром салафитской группы проповеди джихада, которая впоследствии стала известна как организация Аль-Каида в исламском Магрибе. В сообщении министра обороны Пятой республики Флоренс Парли сказано, что Другделя и еще несколько человек из его окружения погибли в ходе спецоперации французской армии на севере Мали. До этого международные силы захватили одного из лидеров группировки «Исламское государство» в Сахаре – Мухаммеда Аль-Эмбрабата. Французские силы размещены в пяти странах Сахеля в рамках антитеррористической операции «Бархан», которая проводится с 2014 года. В Нью-Йорке во время манифестации были задержаны свыше 300 человек. Об этом заявил руководитель полицейского управления города. «Арестовывают тех, кто совершает акты насилия, занимается мародерством или нападает на полицейских», – отчеркнул Дерма-Тшиа. Он также сообщил, что по всем фактам превышения полномочий или применения насилия, особенно если оно могло носить в том числе оттенок расизма, проведут тщательное расследование и проверят каждую жалобу. К тем, кто выражает недовольство действиями правоохранителей, присоединились и медики. Они считают, что даже неофициальный статус героев, которым их одарила нация, не защищает их от произвола полиции. Это была вся информационная картина сегодняшнего дня. Спасибо, что были с нами. Приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова